12 декабря. День Конституции. Праздник. А что вообще мы празднуем? Каково значение этой Конституции? В 91 году Советский Союз проиграл в холодной войне Соединенным Штатом Америки. Проиграл из-за предательства партийной элиты. В результате этого поражения наша страна была поделена на 15 формально независимых государств. А новые национальные элиты из Запад получили узаконенную возможность грабить разделенный советский народ. Ну а для того, чтобы закрепить Российскую Федерацию в статусе колонии, в декабре 93 года и была принята новая Конституция. Текст ее нашим законотворцам заботливо помогали писать американские советники. Естественно, в угоду своим, американским интересам. Ведь это геополитика, ничего личного. Если кто-то в войне проиграл, то поражение должно быть подкреплено документами. Через статьи новой Конституции была юридически оформлена скрытая колонизация России, самого большого осколка СССР. А теперь посмотрим, какие положения основного закона в завуалированной форме лишают нашу страну суверенитета. Для удобства назовем эти положения информационными минами. Первая мина спрятана в 13-й статье. В России действует запрет на государственную идеологию. Точнее, кто угодно может заниматься идеологией в нашей стране, но только не органы власти. Это значит, что мы, общество, не имеем права выбирать себе идеалы и ценности. Не имеем права ставить стратегические цели и строить свою государственность на их основе. Хотя по факту запрет на свою идеологию дал отличную почву для процветания у нас идеологии чужой. Идеологии дикого капитализма. Это культ денег и наживы. Это религия, основанная на самых низменных страстях. На жажде наживы и стремления к власти любой ценой. Мина номер 2. Пункт 5 статьи 29. Работает на уничтожение нравственности в России. В нем говорится о том, что в Российской Федерации запрещается всякая цензура. Это значит, что общество не может защищать себя, молодежь и детей от вредоносной информации. У нас повсюду показывают западные и снятые на западный манер сериалы, фильмы и ток-шоу. Эти телевизионные подделки пропагандируют распущенность и юмор ниже пояса. Их герои примитивны, трусливы, невежественны, хитрые и коварны. Телевидение и масс-медиа во многом формируют современного человека. Люди копируют модели поведения, которые видят на экране. Получается, что колонизаторы могут безнаказанно уродовать людей и лепить из них то, что им требуется. А требуются им космополиты, потребители, люди без чувства Родины. Одним словом, рабы. Но противопоставить этому разрушительному воздействию на государственном уровне ничего нельзя. Ведь цензуры-то у нас нет. И по закону быть не может. Это значит, что и в юридических вопросах мы обязаны плясать под дудку так называемого мирового сообщества. У США ничего подобного в Конституции нет. Оно и понятно. Такое унижение предусмотрено лишь для колоний. Четвертая мина. Это положение основного закона России, касающиеся эмиссии денег и статуса Центрального банка. Статья 75. Оказывается, главный банк нашей страны, печатающий деньги, не подчиняется государству. А эмиссия российского рубля строго привязана к количеству валюты, поступающей в страну. То есть, главным образом, к доллару США. В России есть все ресурсы, от природных до человеческих. Но денег напечатать столько, сколько требуется для развития собственной экономики, мы не можем. Этот запрет на экономическое развитие прописан в Конституции и в законе о Центральном банке. С такой Конституцией можно забыть о возрождении России. Перечисленные нами положения этого документа словно гвозди в гроб российского суверенитета. Итак, что же мы тогда празднуем 12 декабря? День своего закабаления? Не верь нам на слово. Самостоятельно изучи Конституцию России. Убедись, что твоя Родина не свободна. При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенный, мёртвый. Точечные коррективы других глав основного закона, идущие от правопринятельной практики, от самой жизни, конечно, возможно, а порой и необходимы. Продолжение следует...